В праздник собора новомучеников и исповедников церкви русской митрополит Брянский Исевский Александр совершил литургию в храме поселка Локодзебрасовского благочиния. Здесь престольное торжество отмечал местный храм. Локодский храм построен не так давно, в 2007 году, на месте бывшего скипидарного завода, а впоследствии районного дома культуры. Место для храма выбрано не случайно. До постройки завода тут располагалась часовня. В 1903 году вообще был уже заложен фундамент под этот храм. Здесь, как вы знаете, находится историческое место, где в свое время брат нашего последнего императора Николая II имел поместье. И вот в этом 1903 году он заложил фундамент. То есть были намерения строительства храма. Воскресная школа здесь многочисленная. Желающих изучать закон Божий много. Даже нет возможности всех принять. Занятия проходят две смены в новом небольшом пределе во имя преподобного Сергия Радонежского, устроенном в минувшем году. У нас очень много детей. Сейчас в воскресную школу посещают около 60 детей. То есть в трех классах. Три класса дети очень меняются. То есть это заметно и педагогам в школах, и родителям. Дети становятся более усидчивыми, более доброжелательными. Но изменения налицо. Почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской должно совершаться с содроганием при мысли о величине страданий и масштабе гонений. И еще один вопрос должны мы задать друг другу. А мы все ли правильно делаем? Как живем? Не ждет ли нас и Отечество наше очередное испытание? Мы всегда должны памятовать о подвиге этих святых, архипасты, монашества, щитерян. Не должны мы их забывать. Как только мы забудем о том, что ими совершено, обязательно повторится то же самое, что было в начале 20 века, в середине, в нашем государстве. Вот уже несколько недель Святая Церковь готовит нас к спасительным дням Великого Поста, предлагая нашему вниманию разные образы. Время летит неприметно, и надо дрожить каждым днем, который Господь дает нам для исправления жизни. Ведь можно годы жизни нашей сравнить за тем, как вот в поезде, когда едешь, мелькает поля, луга, реки, особенно когда едешь на скоростном поезде. Вот это все напоминает нам, что жизнь очень быстро протекает, пробегает. И, конечно, важно всем нам помнить об этом и стараться как можно раньше вернуться к Отцу нашему Небесному. Правящий архиерей поблагодарил настоятеля храма Протеерея Владимира Сафронова за усердное служение Церкви Христовой и на память о совместном богослужении преподнес дар образ святого равноапостольного князя Владимира, тысячелетие со дня представления которого празднуется в этом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова